наставляют на материале четырёх благородных истин. Говоря вкратце, Атиши составил текст «Светочный пути к просветлению», в котором изложен метод тренировки ума практикующих на основе постепенного движения по пути, изложенного для трёх типов личности. Взяв это учение за основу, религиозные традиции Тибета, Нинга, Макагью, Сакья, Гилук и даже Бон разработали общую канву практик для тренировки ума. Они составлены в соответствии с системой Атиши, которая получила широкое распространение. Лама Цзанкапа дал дальнейший импульс развитию учений учителей ранней Кадампы, собрав их разнообразные наставления, основополагающие и вторичные в этапы пути к просветлению. Кроме того, что касается философских воззрений, в времена Цзанкапы жил Лама Риндава, великий учёный школы Сакья. Риндава испытывал огромное восхищение перед воззрениями Матхьямики и, возможно, послужил чем-то вроде катализатора для Цзанкапы, который сам питал глубокое уважение к совершенному воззрению о пустоте на протяжении многих жизней. В то время труды превосходного учителя Чандра Кирти были широко распространены в Тибете. В времена Шаравы Пацап Нима Драк завершил работу над новым переводом на тибетский язык труда Чандра Кирти и Матхьямика Аватара. Хотя к тому времени уже существовал перевод, выполненный Нанцола Цзавой. Перевод Пацаба был подготовлен позже. Со временем философские труды Чандра Кирти получили широкое распространение и изучались повсеместно. Атиша говорил, что Чандра Кирти был учеником Нагарджуны. Мы должны придерживаться его воззрения, если хотим понять тончайшее ядросплетение философской мысли Нагарджуны. Этой причиной можно объяснить повсеместный рост интереса к мудрости Чандра Кирти. Я читал в одном тексте, что Риндава усердно изучал воззрение Матхьямики, и из-за него в то время появилось высказывание «Когда сидишь, сиди с мыслью о Матхьямики, когда идешь, иди с мыслью о Матхьямики». «Когда думаешь, думай о Матхьямики, когда говоришь, говори с мыслью о Матхьямики». Вот такие были времена. Чандра Кирти пришел в тот период, когда сошлись воедино все внешние и внутренние благоприятные условия. Великий наставник тщательно изучил и проанализировал глубинное воззрение философии Матхьямики. И в своем тексте «Ламрим» Дзанкапа дал полный обзор философских мыслей двух великих пионеров, наставников Нагаджуны и Асанги. Описывая обширный путь, он прежде всего опирается на труды Асанги. Когда же он подходит к изложению глубинного воззрения Матхьямики, то опирается на труды Чандра Кирти. Хотя было много мастеров, которые излагали идеи Матхьямики, среди них, если проверить на логику их объяснения, именно изложение Чандра Кирти лишено противоречий. Ибо утверждает относительную истину на равне с абсолютной и дает точное определение абсолютной реальности, одновременно объясняя относительную реальность. Другими словами, кончайшее проникновение в суть единства кажущихся проявлений и пустоты, или двух истин, которые завоевывают сердца ученых, это система достославного Чандра Кирти. Итак, Ламрим — это драгоценный камень всех наставлений, которые дали учителя Атиши, Терлингпэ и Рикпай Кудзюк, которые были хорошо подкованы в системах двух пионеров философской мысли — Нагарджуны и Асанги. Таким образом, у нас есть этапы обширного пути, берущие начало от Асанги, и философия Матхямаки, пришедшая от Нагарджуны, которая была разъяснена и отточена в комментариях Чандра Кирти. Эти две системы были объединены в великолепном тексте Ламриме Ламадзанкапы. Так что мы имеем дело не просто с рассказами очевидцев истории. У нас есть текст, вот он перед нами. Занкапа составил 18 томов сочинений. В количественном отношении это не так уж много. Бутон Римпаче написал больше книг. Есть много тибетских Лам, которые написали больше томов — 20, 30, 40 или 50. Бутон Кчук Лейнамгял, например, похоже, написал свыше 100 томов. Подобным образом, многие ученые составили многочисленные тома текстов. Порой, если мы посмотрим назад в историю, то увидим, что тибетцы относились с почтением к учителям, которые составили много книг, не проверяя их содержание. И, возможно, даже титул всеведущий присваивался на основании количества написанных томов, всеведущий такой-то. Для присвоения подобного титула нужно обращать внимание на качество, а не на количество написанных книг. Итак, в количественном отношении 18 томов, составленных дзон-капой, это не так уж много. Однако все его труды отличаются немыслимой глубиной. Среди них очень мало религиозных текстов, предназначенных для обычных ритуальных практик помощь домохозяину, например, ритуал вызывания дождя, призывания махабалы и другие тексты вторичного значения. В дзон-капу была уникальная способность выискивать и обсуждать наиболее сложные места обширных и глубинных практик. В тексте «Сущность подлинного красноречия» он обсуждает философию идеализма и срединного пути. В разделе об идеализме он цитирует труды Асанги в «Будхисаттва Бхуми», «Краткое изложение знаний» и другие. В тексте «Будхисаттва Бхуми» свыше двухсот страниц, например, но он цитирует его самые трудные, самые сложные фрагменты. Это распространяется на текст «Краткое изложение знаний» Асанги, которым рассматривается целый ряд тем. Однако Лама Цзангапа цитирует его самые сложные строки. Вышесказанные справедливые по отношению к тексту «Хао Вивеки, светоч мудрости» или «Клинок логического анализа». Он также приводит пассажи, которые труднее всего для понимания. Из текста Чандра Кирти Прасанапада он также выбирает для рассмотрения наиболее сложные строки, относящиеся к достоверному познанию логической избыточности. Вот почему, хотя в количественном отношении у Цзангапа не слишком много трудов, это труды исключительного качества. В них затрагиваются различные вопросы, которые обычные люди, как правило, считают запутанными, противоречивыми и трудными для анализа. Его труды в первую очередь направлены на рассмотрение трудных тем, которые Лама Цзангапа тщательно анализирует и объясняет. В Тибете в прошлом трех учителей называли тремя проявлениями манджуши, причисляя их в хронологическом порядке. Это Сакья Пандита, Лангчен Ранджампа и Цзангапа. Их называли тремя проявлениями манджуши. Я думаю, это абсолютно правильно. Как и Пандита, например, был превосходным учителем по теории и познанию. Я не знаю, насколько подробно он писал о Матхямаке, но он составил потрясающие труды по теории и познанию. Он учился под руководством своего гуру Панчайшак Иши и также был неплохо подкован в санскрите. Если вы прочтете Риктер, то вам откроются его удивительные познания в области эпистемологии. Он хорошо знал пять наук. Что касается Лангчена Ранджампы, то он обладал обширными знаниями многих священных текстов и традиций. И, наконец, как я только что упомянул, удающимся ученым был Цзангапа. Читул 3 проявления манджуши в полной мере подходит этим трём великим учителям Тибета. Из 18 томов, составленных Цзангапой, Ламрим Ченмо описывает экзотерический путь, Ангарим Ченмо – экзотерический. А сущность подлинного красноречия является важным текстом, весьма значимым для понимания обеих традиций.